Ровно полгода назад в Бресте стартовал марафон «Модный четверг». С каждым мероприятием, с каждым новым творческим гостем, количество тех, кто хотел бы провести вечер в приятной компании, в окружении талантливых, интересных людей, становилось все больше. Если первая встреча собрала порядка двух десятков человек, то к завершению сезона посетители уже стояли даже в проходах. С особым трепетом вспоминают это время и сами авторы мастер-классов, талантливые брещане, в жизни которых многое поменялось, после того, как они однажды встретились с жителями и гостями областного центра. Уже давно просился интересный креативный проект. Уже давно хотелось как-то перезагрузить концепцию музея и превратить из такого более постсоветского формата в интересный инновационный формат. Я очень благодарен сотрудникам музея, молодым, креативным, которые подняли этот проект. «Модный четверг» помогает развитию молодых талантов, те, кто что-то умеют, но где-то пробиться, где-то снять зал, чтобы сделать выставку, показать мастер-класс, очень сложно. Они большие молодцы, что это сделали, потому что других таких проектов у нас нет. Мне ни разу еще никто не предлагал, что давай приходи к нам бесплатно и покажи что-нибудь, что ты умеешь. И оно даст такой толчок, куча положительных эмоций. И они просто молодцы, что они это придумали, и то, что они помогают, реально причем помогают развитию таланта и развитию продвижения, можно даже сказать, талантливых людей. В 10-й юбилейный раз организаторы мероприятия, сотрудники-энтузиасты областного краеведческого музея решили отойти от прежних стандартов, пригласив в свои стены всех авторов необычных вечеров. Предвкушая особую атмосферу праздника, на полугодовой день рождения пришло большое количество гостей, неравнодушных к жизни города над Бугом. Они с удовольствием общались с мастерами и мэтрами, делились своими впечатлениями, обсуждали новинки искусства и творчества. Оглядываясь, оценивая проделанную работу, авторы историко-творческого праздника нисколько не жалеют, что когда-то полгода назад взялись за это интересное дело. Самое главное – доказать людям, что музей может быть интересным, модным местом. Мы подумали, что в какой-то из дней мы можем продлить работу музея, и люди, которые не уехали на дачу, не запланировали вечер, они придут в музей, но не будут просто смотреть на экспонаты, а будут участвовать в том, что здесь происходит. Легкий флешмоб, выставка, интерактивный круглый стол, что-то свежее, интересное. Началось с 14 посетителей, сегодня все получается хорошо, людей много, люди поверили в то, что может быть интересного музея. Разные проекты, разные темы объединили модный четверг музея. Все авторы интересных творческих встреч были удостойны наград от областного краеведческого музея. Также организаторы подготовили для гостей модного мероприятия еще один сюрприз. На страничке музея в социальных сетях шло голосование за лучший мастер-класс. Обладателем приза зрительских симпатий стала Галина Терпицкая, мастер по Сент-Арту.